Александр Щебеньков пришел в студию ЗАП-ТВ спустя долгое время. Но, как и прежде, он настроен на несогласованные вопросы и неожиданные темы. Накануне от участия в передаче уже отказались его коллеги Степан Викулов и Артем Миняйло. Кстати, о них сегодня тоже шла речь. Впрочем, как и о многих других депутатах и чиновниках Читы. На заслуженный отдых, это понятно, что хотелось там кому-то уйти, не хотелось. Но у нас не сменяется власть. У нас, смотрите, недавно был очень веселый такой, я не знаю, средств массовой информации не было, на одном из комитетов мы задали вопрос Скурыдину. Это тоже уже притча во языцах, так называемая. Каждый раз одно да потому. И вот вопрос там, ну и кто-то задал из коллег депутатов, типа, вот рыба же гниет с головы, у вас там комитет по ЖКХ, которым вы хоть и временно, второй год временно исполняющий обязанности. Что, непонятно, почему так происходит. Он говорит, а голова-то не я, голова выше. На кого намекал Скурыдин, я не знаю. Не обошлось и без обсуждения личной жизни депутата. В мае 2015 года Александра Викторовича задержали заезду в нетрезвом состоянии. Ведущая узнала, садится ли депутат пьяным за руль сейчас. Полтора года мы лишили прав, штраф и так дальше, и так дальше. Но вот она, знаете, ситуация, я ни в коем случае не оправдываюсь. Это был урок вот такой. Согласен, плохой пример. Я больше не буду. Больше не буду. Зато, понимаете, какой уникальный пример произошел. Не пример, а урок. Во-первых, с того времени, вот до этого времени, честно говорю, ну вот случались вот такие вот моменты. И казалось всегда, что, ну это могут кого-то поймать, там я-то все равно, подумаешь, километра два проеду. Да, благодаря запмедиа или заптв получилось так, что, ну, не доехал до конечной. Личная жизнь Чебенькова тоже не ускользнула от нашего внимания. Депутат рассказал, почему женится часто и пышно, и как удается это делать, ведь на сегодняшний день он банкрот. Мы еще только начали, да? Да, одна из ваших цитат была такой. Вы сказали в одном из интервью, что у каждого депутата есть в шкафу свой скелетик. Ну, у кого их нет, у скелетников? А у вас какой скелетик? О, там шкаф целый. Надо открыть шкаф и посмотреть, какие там скелеты. Смотрите передачу «Несогласованный вопрос» в ближайшее время на канале ЗАП-ТВ. Виктор Соловьев, Дарья Юринская, Евгений Погорелый, Владимир Николаев, Сергей Бумагин, ЗАП-ТВ.